Друзья, и финальное интервью нашего первого дня со Светланой Гущиной, старшим менеджером по маркетингу компании Код Безопасности. Света, привет. Всем привет. Да, спасибо еще раз за твой доклад, за дележку полезной информацией. Не все вопросы Володя задал тебе в студии, поэтому часть вопросов я сейчас тебе озвучу персонально. Окей. Ты готова? Всегда готова. Супер. Окей, смотри. Значит, ну вопрос, давай начнем от Марии. Мария задает такой вопрос. Вот для каждой аудитории при двух разных группах, да, разных группах целевой аудитории, контент готовить разный вообще принципиально или какой-то один контент, но по-разному как-то позиционировать и доносить, что ли? Как вот на твой взгляд правильней? Ну вот тоже здесь указывала о том, что бывает там широкий, не знаю, там спектр, да, так скажем, целевых аудиторий, бывает узкий. Но мы говорим о широком, когда вот, например, в моей компании было, мне там нужно было отдельно к IT-директорам обращаться, отдельно нам нужно к бухгалтерам, отдельно к финансам. Там понятно, что для них невозможно подготовить одинаковый контент. Ну то есть под каким бы ты соусом его ни подал, он все равно будет для всех разный, да? То есть невозможно там создать, не знаю, информацию, инфографику о том, какие там выгоды компании принесло внедрение ERP-системы, вот, и рассказать как бы под каким-то соусом подать безопаснику. Ну то есть такое невозможно. Но когда мы говорим вот, например, о текущей моей ситуации, когда этот спектр узкий, да, когда у нас есть там партнеры, есть заказчики, по сути все они занимаются информационной безопасностью. И да, в принципе, под разным соусом мы можем подать информацию. То есть, например, мы провели какую-то аналитику там о российских компаниях. Мы заказчикам выдаем информацию о том, не знаю, то есть как бы какой процент российских компаний уже используют там те или иные системы, да? Какие планы у них как бы в целом там по компаниям по-российским. А нашим партнерам мы, например, можем предоставить информацию, а уже в каких отраслях идет наиболее интенсивный рост. То есть как бы уже говорить о том, а где они могут заработать. То есть, в принципе, мы имеем один и тот же исходный материал, но мы сделали из него разную выборку, подготовили материалы для разных аудиторий. Окей, Свет, смотри, вопрос такой вот. Вот как раз-таки для разных этих аудиторий разный контент. Пишет один копирайтер или это разные люди, разные специалисты? Обязательно разные специалисты. Это ключевой момент, который мешает зачастую нам хорошо работать, поскольку иногда подрядчики считают, что может, в принципе, один специалист, один копирайтер написать статьи для разных там сайтов компании, для разной аудитории. И все будет ок, потому что этот контент там, не знаю, с должной структурой разработан, потому что они все посмотрели, продумали, потому что он достаточно продающим написан там с точки зрения формулировок. Но на самом деле ничего подобного, поскольку вот если это тяжелый, так скажем, контент, тяжелый бизнес, и B2B это, в принципе, практически всегда так, то обычно копирайтер, незнакомый, не работавший ранее с этой темой, а тем более, если у него много разных профилей, он все равно напишет наполовину бред, который при чтении уже непосредственно специалистами будет восприниматься как некомпетентная работа маркетинга. Поверхностно глубоко не полезет. Да. Я понял тебя. Хорошо, смотри, вот вопрос такой от Светланы. А как вы оцените качество конкурентов вообще, да, по их контент-маркетингу? То есть вот именно качество их работы, как они вот, там не по количеству, сколько они выпускают материалов, а с точки зрения какого-то внутреннего содержания, не знаю, какие критерии у вас есть для этого? Ну, здесь, во-первых, наверное, ключевой критерий – это опыт работы в данной отрасли. Когда ты глядя на материал, уже можешь, в принципе, оценить, насколько глубоко они копнули, насколько там полезный, интересный материал и отличающийся от того, что делают другие, реализовали. Но с другой стороны, опять же, есть такая оценка, как, например, сообщество, да. И я не знаю, как как бы разные отрасли, опять же, разные. Например, в информационной безопасности очень сильное сообщество, которое сидит там на Фейсбуке. И каждый материал проходит такую очень глубокую, так скажем, оценку. Обсуждение всегда довольно-таки обширное, и среди из него ты тоже можешь… Понятно, что там некоторые конкуренты будут свои продукты так или иначе защищать или, наоборот, говорить, что это плохие конкуренты. Но некоторую интегральную оценку плюсом к своей ты тоже можешь вынести. Так, смотри, вопрос такой от Андрея. А как оценивать эффективность вот с прицелом на результат? Если речь идет об отсроченном эффекте, как можно закладывать какой-то прогнозируемый рост продаж в стратегию контент-маркетинга? Есть ли какие-то идеи на этот счет? Прогнозируемый рост продаж? То есть у нас изначально постановка вопроса, постановка нашей KPI, например, она базируется на том, что у нас продукт, к примеру, я говорила о жизненном цикле, на стадии звезда. Соответственно, мы еще можем увеличить нашу долю рынка, и мы, в принципе, понимаем, с какой интенсивностью продукт рос в прошлом. Исходя из этого, мы можем понять, что, не знаю, продукт за прошлый год, когда мы ничего не делали в чести контент-маркетинга, доля его выросла, продажи выросли на 30%. Мы, если экономическая ситуация, так скажем, она не изменилась, то мы можем считать, что, наверное, там будет чуть более насыщен рынок, но процентов на 20, например, оно вырастет без контент-маркетинга, без нашего, да, фактически. А вот какой-то плюс, который мы хотим заработать, мы, так скажем, поставим изначально, как бы нам хотелось, а уже оценку того, насколько мы сможем это реализовать, тут уже, наверное, по каждому каналу нужно работать, да, то есть когда мы говорим, что мы хотим принять участие в конференции, мы понимаем, что там с конференции мы, например, там обычно, ну, например, 5 лидов принесем, да, каждый, там, у нас продажа идет, например, каждого десятого лида. Ну, понятно. Сколько стоит лид и так далее. По вороночке мы считаем, как бы, примерно, сколько от каждой нашей активности мы получим результаты. Мы уже планируем, там, количество, качество наших активностей, исходя из того, там, насколько нам нужно вырасти в этом году. Ладно, Светлана, спасибо тебе за деленное время, за твой опыт, за ответы на вопросы. Спасибо тебе, Андрей. Да, все, спасибо и всем пока-пока. Пока.